Сегодняшний день у вас есть 20 средства, люди, которые имеют право суда задерживать. Вашу 500-метровую зону ответственности, хочу сказать, каким образом вы потравилируете полный или объект? Вот подошла, и погибло три человека, одного спасли. Да, то есть, во-первых, три пропуски, палубка, добытся информации взору населения посредством СМИ, также объявляется по громко-говорящей связи, по локальному сетям обмещения этого аргена. Второй выполнен зону технических инженерных мероприятий. По контролю клац-средственной мероприятий имеется как катер, который подрулирует и соответствующим образом реагирует на нарушения участия в движении. Дорогич, скажите, каким образом они реагируют? Могут ли они совершить как раз действие по методопущению входа к этому суду? Они могут задерживать людей? Да. Но четверо-четыре человека в вашу зону ответственности, в период палубок, зашло в судно, беспрепятственно, зашло в закон и утонуло. На вашем участке есть судно, которое выявляете, регулирующее, которое не может никаких действий предпринять, по недопущению таких действий со стороны судовладельцев и людей, которые подвергаются той самой опасности. Я хочу сказать, что судно, которое патрулирует, оно патрулирует непостоянно. В данный момент, что, возможно, судно произвело патрулирование территории по нижнему детству и ушло за заправку. Судов хотят, чтобы у нас было постоянное движение на нижнему детству, у нас таких нет, нет. Но вот с того момента, когда судно у вас было допущено до вашего стратегического этого объекта, какие меры выявлено предпринято по, еще раз повторяю, не допущению таких действий? Сейчас у нас вот Павловка и ситуация будет, как в этом году. У нас уже что, если судно подойдет мониторинг, постоянно видео мониторинг. А что дает видео мониторинг? У вас есть ли такая служба, которая его смогла обеспечить, еще раз повторяю, отсутствие доступа как раз к вашей 500-метровой зоне? Условно, я хочу сказать, что ваше судно и ваши специалисты являются углом. Как всегда, просто так двигаются и зрелись. Я, насколько понимаю, не готов ответить на эти вопросы. Я хочу отняли очень важную тему, но в рамках данного мероприятия, как это вопрос общий. В течение всего года, не только во время Павловской актуально. Я думаю, здесь необходимо вам через ваше руководство обратиться к руководству. В том числе, я же знаю, штаб есть, который, куда входят и представители силовых структур, и входят представители ГИМС, и Саратовский мест, где вы определяете свои действия. Мы думаем, что здесь нужно, это не в рамках сейчас нашего обстоятельства. Вопрос очень важный. Мы сейчас ответы найдем между службами. Сделайте запросы, и этот вопрос, если нужно будет отдельно рассмотреть, мы его будем рассматривать отдельно. А сейчас давайте в рамках нашего обстоятельства.